Сегодня для православного мира началась Страстная неделя Великого Поста. Страстная неделя посвящена воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя, его страданиям на кресте, смерти и погребению. По величию и важности совершавшихся событий, каждый день Страстной Седмицы именуется Святым и Великим. Верующие проводят Страстную Седмицу в строжайшем воздержании и усердной молитве. Все службы Страстной Седмицы расположены так, что в них живо и постепенно воспроизводится история страданий Спасителя, его наставления. В условиях, когда мир в опасности распространения коронавирусной инфекции, в церкви соблюдают профилактические меры, зная, что многие прихожане не отказываются от посещения храмов. И храмы дезинфицируются регулярно, и проветриваются, и сохраняются социальные дистанции. Где-то даже разметки на полу нанесены, где-то устные или волонтеры следят за тем, чтобы люди соблюдали дистанцию. Это и то, что мы не рекомендуем целовать чашу, иконы и так далее. Потому что, чтобы снизить контакт максимальный друг с другом и с какими-то поверхностями. И, конечно, если человек чувствует недомогание, то мы категорически не рекомендуем ему приходить в храм, в общественное место. Особым образом пройдет в этом году и пасхальная служба. Есть распоряжение правящего архиерея о том, что храмы могут впустить внутрь только такое количество прихожан, которое возможно уместить с учетом социальной дистанции. Если кто-то не уместится в храме, то будет предложено людям просто на храмовой территории молиться. Для этого мы будем организовать аудиотрансляции богослужений. Для тех, кто находится на самоизоляции, мы организуем ежедневные видеотрансляции богослужений. Они проходят в официальной группе Рязанской епархии ВКонтакте. И каждый может подключиться к этим трансляциям, поучаствовать в богослужении. Двери храмов будут открыты. Но помните о том, что каждый из нас сегодня в ответственности не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих.